Пятый канал представляет Мне казалось, что плановое освидетельство о ней я так-то уже прошел Вы были у психиатра, а я занимаюсь сотрудниками, у которых есть личные проблемы Вы ведь недавно развелись с женой, не так ли? Знаете что, Юля, давайте так, это мое личное дело И лезть туда даже таким психологом я не советую Всего доброго Павел, постойте, пожалуйста Не лично, присядьте Хорошо, пять минут Павел, смотрите, какое дело У одиноких мужчин копится стресс Негатив Вы их никак не снимаете А в вашей работе это опасно Хорошо, что вы предлагаете? Например, я с друзьями играю в пинтбол Устраиваем, так сказать, дружескую перестрелку Это и физическая активность, и адреналин В общем, разрядка по полной программе Разрядка, значит Пинтбол Так, ну что, опознавательные знаки есть, да? Ну что, тогда делимся на команды Меня в команду возьмете? Всем здравствуйте Здорово Павел меня зовут, очень приятно Привет Все-таки пришли? Да, глаза у вас больно красивые Так, ну что, погнали? Давайте, ведите Куда? За мной Пользоваться умеешь? Конечно Так, короче, ты остаешься здесь Монеты, готовились за счет Значит, смотрите Чаще перемещаемся Чаще, чаще, чаще Перебегаемся Пять, четыре, три, два Игра! Чаще, чаще, чаще Пых, пых Пять Стоп Ух, да, пять Ну что, может еще раз? Сергей! Что случилось? Дружись, ты чего? Эй, эй, эй Тихо, тихо, тихо Сергей! Тихо, 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 тихо Что случилось? Тихо, тихо На бок, на бок, на бок Что за запах? Аж слезы из глаз Я звоню в скорую Звони, звони Хорошо, если скорая здесь поможет Вот смотри, Дима Вот этот ингалятор мы нашли в кармане у Голубева Выходит, что он астматиком был? Мы понятия не имели Ольга, а как такое может быть? Сергей Голубев директор Вашей мебельной фабрики Никто его не видел с ингалятором? Нет, мы ничего такого не видели Мы тоже в первый раз слышим Послушайте, шеф Бывший спортсмен В жизни никогда ни на что не жаловался Просто мыслей даже не было Что у него проблемы со здоровьем В общем так В пинбольном шарике Который попал в шлем жертвы Вместо пищевого красителя Было химическое вещество С очень резким запахом Оно и спровоцировало Фатальный приступ астмы Ну а что конкретно за вещество Будет известно после вскрытия И лабораторных исследований А ты мне скажи Конкретно чей выстрел был? Баллистика нам здесь не поможет Нет у входного отверстия Я понимаю Ну тогда будем делать экспертизу Пинбольных ружей Что вы на меня смотрите? Я вообще-то за безопасность На фабрике отвечаю А пинбол не моя епархия Этим шеф всегда лично занимался А где хранилась амуниция? В отдельной комнате В его кабинете И доступ туда был только у него А ночью кабинет никто не открывал? Ну тогда бы поступил сигнал На пульт охраны Сигнала не было Мы утром приехали Все загрузили И все На видео кто-нибудь игру снимал? Тут Дима либо играть Либо снимать С нами иногда ездил оператор Но он сегодня не смог Ну что Паша Как говорится Снял стресс И тут же надел другой Да уж и не говори Борисович Не говори Что по экспертизе? Экспертиза показывает Что на форме Голубева И на его защитной маске Обнаружено вещество Входящее в состав Автомобильных красок А вот как раз таки Астматику Работать с таким веществом Категорически нельзя Но экспертиза Пейнбольных ружей Наверное ничего не дала Ружья как ружья Ну и какие версии? Кто стрелял? Ну кто-кто? Кто-то из команды Юлии А с чего такая уверенность-то? Ну в команде Юлии Играли психологи Вера и Аркадий Угу И еще один майор Ну явного мотива Ни у кого не просматривается Хотя вот майора Я бы еще проверил Так отстаньте шуточки Кто был еще в команде Голубева? В команде Голубева Ермолаев И дизайнеры мебели Степанова Инна И Ольга Жарикова Вот кто-то из команды Голубева Зарядил ружье желтым шариком И выстрелил наверняка Ну либо это мог быть Кто-то третий со стороны Незаметно подкрался И выстрелил из засады Ты не говори ерунды, Володя Нет, ну Ну как бы убийца его опознал Они же там все были в форме, в шлемах Ну так-то Голубев В своей команде выделялся Ужик здоровый, широкий в плечах Угу А что у нас есть на убитого? На убитого Голубев Сергей Сергеевич 37 лет Женат Значит жена Голубева Елена Александровна Домохозяйка Сыну у них 5 лет Да Значит Голубев Два месяца назад Стал директором фабрики дизайнерской мебели Удивительные диваны Фабрика называется Диваны, значит А в личном смысле Враги, завистники, контакты В соцсети пока просматриваю Такой информации не нашел Ну значит Вы продест Ищи кому выгодно Правильно? А кому выгодно? Жене? Возможно ты прав, Тимур Потому что согласно завещанию Голубева Все движимое и недвижимое имущество Достается его жене Елене Да Ну подождите Ну у них же маленький ребенок Какие деньги заменят потерю отца? Да Отец два месяца назад Стал директором фабрики Володя А что-то есть по камерам С фабрики? Да, Андрей Борисович Хорошо, что спросили Значит Там есть некоторая странность Потому что Камеры на входе в офис И в коридоре офиса Ночью в 3.57 Смотрите Внезапно отключились То есть были испорчены? Нет, Андрей Борисович Они сейчас работают Они были отключены Командой сервера А в серверную имеют доступ Ну начальник службы безопасности Ермолаев точно имеет А кто такой-то этот Ермолаев? Ермолаев Ермолаев Петр Михайлович 45 лет Разведен, детей нет И кстати Он у Смежников Находится в разработке Потому что у них есть информация О том, что прежний директор фабрики Горбунов Организовал на фабрике Производство левой неучтенной продукции И есть версия Что Ермолаев мог быть Членом этой преступной цепочки Есть видео Значит оперативного наблюдения У Смежников версия Что работал целый синдикат И суммы крутились немаленькие Посмотри-ка ты Сверток какой-то ему вручили И не в кабинете А во дворе Значит так Паша, Дима Давайте-ка вы Вдове Голубева Тимур, Антон На фабрику Есть Проходите Проходите Ничего не соображаю Голова идет круг Сын сейчас у родственников И как ему правду сказать не представляю Вы примите наши соболезния, пожалуйста Простите, что приходится задавать вопросы в такой момент Скажите, пожалуйста Как вышло так, что о болезни вашего мужа На работе никто не знает Он сам так решил Дело в том, что за место директора Шла жесткая борьба Прям директорская гонка И муж думал, что если его болезни узнают Он проиграет Он всегда носил с собой ингалятор Но на людях им никогда не пользовался А болезнь ему не мешала играть в тот же пейнтбол? Нет Он говорил, что ему от этого только лучше Дышится легче И приступы проходят А на работе в последнее время С сослуживцами не было конфликтов? Конфликтов? Я тебя предупредил Хорошо Не поняла Что было нужно Ермолаеву? Срочно обсудить одну очень важную возникшую проблему И поэтому он примчался к тебе домой? Он что, позвонить тебе не мог? Слушай, Лен, не начинай, а Ты прекрасно знаешь Есть вещи, которые нельзя обсудить по телефону С кем было дело? Сережа так и не объяснил Ну и что думаешь? Да не знаю, что думать Вот следов взлома-то я не зазерцаю Ну, логично Здравствуйте, девушки Здравствуйте А где Ермолаев? Мы вроде как всей командой договорились встретиться А у нас всем интересно, где он С утра на работу не приехал Пробовали звонить, недоступен Любопытненько Так, ну а где он может быть? Не в курсе? Он нам не докладывает Понимаете, он ко мне недавно подкатывал Сказал, что приобрел элитный коттеджик Приглашал отдохнуть Ну, я ему послала Поэтому где коттеджик находится, к сожалению, не знаю Во время игры в пейнтбол Убит директор мебельной фабрики Сергей Голубев В пейнтбольном шарике, который в него попал Содержалось химическое вещество Спровоцировавшее фатальный приступ астмы Причастности к убийству подозревают Начальника службы безопасности фабрики Петра Ермолаева Ермолаев исчезает Я удаленно подключился к его рабочему компьютеру на фабрике И посмотрел его поисковые запросы за последнее время Так вот, он активно интересовался элитной недвижимостью В загородном коттеджном поселке Загляденье Дома там, Андрей Борисович, очень дорогие Прямо очень И я посмотрел список собственников Среди них есть пенсионер Иванов Иван Кузьмич Доход у него очень маленький Так что я думаю, это подставное лицо А на самом деле дом принадлежит как раз Ермолаеву Ну что ж Проверим-ка, мой Володя, твою теорию Экспериментальным путем Могу идти? Свободен Паша, Ермолаев-то оказывается тертый калач Из бывших силовиков На нем зарегистрировано травматическое оружие Но что-то мне подсказывает, что есть и боевое, нелегальное Тогда и мы на рожон лес не будем Устроим ему маленький, но очень неприятный сюрприз Здравствуйте, Ермолаев Стоять! Тихо, тихо Без суеты, Ермолаев, без суеты Руки Спокойные Опа Я же говорил Боевой В остальном вроде чист А здесь у нас что? Ты гляди-ка, а, Дима Все, что нажито непосильным трудом Да, Ермолаев? Юморок ваш мне не нравится Юмор не нравится? Сейчас в отдел поедем, там еще веселее Давай паковать Руки За спину Ермолаев Вас взяли с солидной суммой наличности Вот мы жаждем услышать ваше объяснение Откуда деньги? Количные накопления Ого! Настолько, видимо, дорогие сердцу, что даже хотели стрелять Представляешь, Борисович? Хорошо, что мы подстраховались Что мое, то мое А за свое надо сражаться Только они не ваши Деньги были выручены за торговлю нелегальной мебелью Которая велась на вашей фабрике годами Ну, это еще надо доказать А, доказывать это будут другие люди Нас больше интересует убийство Голубева А вот Мокруху на меня вешать не надо Это у вас не выйдет А вот его супруга утверждает, что недавно приезжали к нему Угрожали ему Да не угрожал я ему Ну, хорошо Мебель налево толкали Это да А чтобы убивать? Как, ну как ты не понимаешь, Сергей, а? Ну, эта система складывалась годами Понимаешь ты? От этого кормится куча людей И у каждого семьи, дети, машины, ипотеки Это кредиты, черт возьми Люди тебе этого не простят Слушай, давай без сказок, а? Основная прибыль оседала в карманах у Горбунова и у тебя А люди имели мизер Мы поднимем эффективность, повысим зарплату Вот тогда люди и заживут Сказки, Сережа Это то, что ты сейчас мне говоришь Там... Ну вот и мотив убийства Ермолаева Да, Голубев мог разрушить ваш рай черного нала, так? Ну, конечно, да Да не убивал я его Слушайте, ну я не знал, что у него астма У нас никто не знал Скажите, если Голубев был в курсе Почему не заявлял? Тогда слишком многие могли бы пострадать Слишком многие Не говоря уже о репутации фабрики Мы с ним заключили видимость мира Я даже согласился участвовать в этом пикбольном турнире Который он затеял, чтобы поддержать свой статус Демократичного руководителя Так а зачем же решили сбежать Прихватив все нажитое? Ну вы серьезно? Да Я же у вас первый подозреваемый Что, не так? Да Юля Добрый вечер Это майор Шапошников вас беспокоит Да, здравствуйте, Павел Видите ли, какое дело Мы с вами как бы стресс-то в итоге не сняли А даже наоборот Можно сказать, усугубили Если вы понимаете, о чем я Да, понимаю Вы что-то хотели? Поговорить, если честно Просто поговорить Павел, вы знаете Я уже дома Заходите завтра в кабинет Мы с вами поговорим Вы поймите Ситуация безотлагательная Я бы не беспокоил вас Столько сейчас, правда Я вас поняла Ладно Приезжайте сейчас в киноадрес Спасибо огромное Спасибо, жду Павел Павел Да Давайте сразу установим четкие границы Давайте Между нами ничего быть не может В нашей профессии Личная связь с пациентом исключена Да То есть я Хорошо, конечно Я Собственно не об этом В действительности Меня беспокоит только то Что я был на месте преступления Что при мне На моих глазах убили человека А я ничего С этим не смог сделать Знаете Да Я пыталась набросать Психологический портрет убийцы Получается Странная вещь Сомневающийся человек Колеблющийся На игре его не было В том, что Роковой выстрел состоится Он тоже не мог быть уверен Мол Судьба сама решит Мудрено, конечно Но Юль, вы знаете У нас такая тонкая психология Не особо действует Убийца наверняка Точно знал, что будет стрелять И действовал разумно Скорее всего Это был кто-то из команды Голубева Тот Кто просто-напросто Воспользовался ситуацией Может быть Но в таком случае Наверное нужно проверить Кто из его сослуживцев врет Говоря, что не знал о болезни Голубева Тут Паше надо вот что учесть Как Голубев не скрывался А кто-то мог за ним подглядеть Понимаешь? Андрей Борисович, а может и не подглядели У меня есть интересная информация По Инне Степановой Ну и что там, Володя? Значит, в девичестве она Зубова Просто Ну, после развода Она оставила себе фамилию мужа Во-во-во Вот у меня в армии Сержант поменял фамилию Был Рукасуев Топ, погоди Интересная история Потом расскажет Так, к чему ты ведешь, Кузин? Я веду к тому, что Инна Тогда еще Зубова До замужества У нее был бурный роман с Голубевым Они вместе познакомились в клубе Мотокросса Клуб называется Мотокурс И есть видео десятилетней давности Смотрите Ну, так ты решительная девушка Погоди, погоди Так и что было дальше? А дальше У Голубева начались проблемы со здоровьем Он из клуба ушел И вскоре они с Инной расстались То есть ты хочешь сказать Что она не могла не знать о болезни Голубева? Ну, разумеется, Андрей Борисович При таких близких отношениях Должна была знать И где она сейчас? На работе? Нет, у нее сегодня выходной Но она из клуба не ушла Продолжает заниматься И сегодня у нее по расписанию Тренировочный заезд Глинка Похуже она Так, давай вон там встанем Посмотрим Нет, ну точно она Он гоняет, да? Елки-палки Елки-палки А куда это? Все узнает Давай на перехват Я дорогу знаю Ну-ка, давай гони По колесам А может сразу по голове? Шутите? Я тушечу Ну давайте выпишу Так ладно? Впервые ехала с почетным полицейским эскортом Ну вы уж извините Здесь никто не должен знать Олег человек Подозревают Всей криминальной цепочке На фабрике Думаю, что не мог не знать Но не факт У Смежников на него ничего нет Поэтому если и был как-то замешан Его роль в организации хищения Неизвестно Ну а денежки-то у него были Чтоб заказать голубя? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ну, считают, что я ставлю на Горбунова и каким-то образом мог подстроить убийство Голубева. Ага. А что? Это не так? Абсолютно не так. Тогда два отчета. Воскресенье и по последнему бланку. Понедельник, ладно? Все, пожалуйста. Евгений Федорович, жалко так, что все произошло, правда? Ну, с вами было очень приятно работать. Ладно, заливать-то. Счастлив, небось. Рассчитываешь на мое место? Так, будет честный спор. И люди сами решат. Ну, ну. На мою поддержку не рассчитывай. Наоборот. Я обид. Не прощаю. Так, ну так о каких обидах речь? То, что творится на фабрике, я знал. Ну, собственно, все знают так или иначе. Но я когда стал замом Голубева, я сразу сказал, что я буду курировать только легальную часть производства. А Горбунов что? Вынужден был согласиться. Ему же нужен был такой специалист, как я. Ну, допустим, но ведь... Я вам просто пытаюсь показать, что я максимально с вами откровенен. Например. На ферме говорят, что никто не знал о болезни Голубева. Это неправда? Я знал. Ну что, поздравляю с победой. Спасибо. Надеюсь, ты не в обиде? Так а на кого обижаться-то? Астму свою зря только скрывал. Что? Да не собираюсь я никак твою тайну использовать. Победа должна быть честной. Просто будь как-то, не знаю, поответственней. С такими болезнями не шутят. Не шутят. Так, но откуда вы-то узнали о болезни Голубева? Да, случайно. Я просто в туалете оказался как-то, когда там был Голубев. Ну, и из соседней кабинки услышал хриплое дыхание и... Вот эти вот звуки. Ну, типичные, прыскающие ингалятора. У меня отец был, астматик, покойный. Я эти звуки ни с чем не перепутаю. Привет. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, что без стука. Я к тебе по делу. Я в собнимании. Юлечка, вот что я хочу о тебе услышать. Скажи, насколько ты хорошо знаешь своих коллег? Веру, Аркадия? Мы дружим несколько лет. Они прекрасные люди. Тонкие, образованные. Отличные профессионалы. А что, вы их в чем-то подозреваете? Ну, мы отрабатываем все версии так-то. Может, ты и меня подозреваешь? Нет, тебя нет. Потому что глаза красивые. Глаза красивые. Но если бы ты хотела убить, ты бы меня не позвала на эту игру. Верно? Ладненько. Вроде как это все. Пошел я. Подожди. Раз уж ты пришел, давай продолжим наш сеанс. Сеанс? Ну, давай. Продолжим. Мне кажется, я поняла, в чем корень твоих проблем. Так. И в чем? Твоя любовная страсть пылает только в присутствии риска, опасности. Иначе тебе становится скучно. Угу. А для женщин стабильность, безопасность. Это как раз базовые потребности. Не знаю, не знаю. А ты себя проанализируй. Ты почему с женой расстался? Почему? Семейная жизнь стала казаться пресной. Наверняка завел кого-то на стороне. Ну и там все кончилось плохо. Знаешь что, мне с этим нужно будет переспать. То есть, обдумать. Хорошо. Ну вот, Борисович, Василий Фаркадий Игоревич, для допроса доставлено. Присаживайся, голубчик. Присаживайся. В чем, собственно, дело? Мы подали официальный запрос в вашу клинику. Так вот выяснилось, что гражданин Голубев три года назад обращался к вам за помощью по поводу панических атак. Предположим. И что из этого? А то! Вы почему соврали на тему знакомства с ним, а? Почему? Ведь вы как врач наверняка знали, что он болен астмой. Очень болен, серьезно болен. Знали или нет? А вам такой термин, как врачебная тайна, о чем-то говорит? Я не имел права разглашать эту информацию. Ну что ж, гражданин Васильев, пока побудете у нас. До выяснения всех обстоятельств. Ну не верю я, что Аркадий причастен к убийству. Психолог, интеллигент. Так ты кому мыть это? Маньяки водят. Точно? А я тоже сомневаюсь. Да? И что думаешь? У меня возникла мысль, что нам необходимо больше знать о событиях, которые происходили в жизни Голубева незадолго до его убийства. Так. Соответственно, я запросил видео с камер наблюдения возле его подъезда. Вот такое видео получил. Так. Девушка симпатичная. И что? А то, что я ее знаю. Это Кристина Маслова. Она бывший хакер, но она завязала. И я помню, она мне говорила, Кузя, я встала на лыжи раскаяния. А, да, интересно, куда ее эти лыжи завели? Ну, она сейчас занимается системами видеонаблюдения. Так вот, я посмотрел детализацию звонков Голубева, он созванивался с ней несколько раз. Так что она приезжала к Голубеву. А жена Голубева нам ничего про девушек не рассказывала. Впрочем, мы ее и не спрашивали. Присаживайтесь. Да мы буквально на секунду. Дим, покажи. Угу. Посмотрите, пожалуйста. Вы видели эту девушку? Да. Припоминаю. Сергей, здесь крайне простая последовательность команд. Сначала вызывайте главную панель управления. Сережа, извини. Ты скоро освободишься. Лен, только закончим с установкой программ? Еще где-то полчаса, не больше. Слушай, повтори, что ты говорила? Сергей, здесь крайне простая последовательность команд. Она приезжала к нам несколько раз. А о каких программах шла речь? Честно говоря, не знаю. Наверное, что-то нужно было Сереже для работы. А ноутбук вашего мужа сейчас где? А что? Ничего. Вы хотите его забрать? Да. А у вас разве есть такое право? У нас есть право на временное изъятие, если это может помочь следствия. Нет, ну, конечно, мы все можем сделать официально. Только оно вам надо. Не надо. Сейчас принесу. Спасибо, Микшор. Здорово, мужики. Андреич, извини, что опоздали. Пробки, представляешь? Ну, что у тебя? Ну что, тело обнаружил наряд полиции. Свидетели говорят нет. Девушка ехала без шлема. Смерть наступила около часа назад от травм несовместимых жизней. Понятно. Значит, ни камер, ни свидетелей. Красота. Как всегда. Причастности к убийству директора мебельной фабрики Сергея Голубева подозревают бывшего хакера Кристину Маслову, которая бывала у Голубева дома. Однако вскоре Кристину находят убитой. Ну что там, Володя? Да ничего, Андрей Борисович. Ну, в буквальном смысле этого слова. Вся информация удалена. Так, ну, как это удалена? Ну что, прям вот начисто удалена? Да нет. Видимо, удалял человек неквалифицированный. Я сейчас кое-что попробую восстановить все-таки. Ну давай. Кузя, посмотри дату удаления. В том-то и дело, Дима, что дата удаления уже после убийства Голубева. Ага. Ну все понятно. Теперь мне ясно, зачем Кристина Маслова приходила к Голубеву. Нет, зачем? Видимо, она помогла ему удаленно подключиться к камерам наблюдения на фабрике. Скорее всего, он хотел круглосуточно знать, что там происходит. Ну раз ты такой умный, почему ты сразу не отследил? Ну потому что Антон Кристина как раз человек квалифицированный. И она свою работу сделала чисто. Давай, Володя, уже наш главный сюрприз. Что еще за сюрпризы, Паш? Да, Андрей Борисович, просто когда мы с Тухой добрашивали Олега, мне он показался странным. Уж больно он так себя пяткой-то в грудь бил, что честный. А это говорит о чем? О том, что он что-то скрывает. Да, Кузя? Да. И я стал смотреть камеры наблюдения у дома Голубева. И вот какое видео попало туда. Мастера с сюрпризов. Хорошо, Елену надо брать. Если Елена не слабоумная, она уже из города свалила. А мне кажется, вряд ли. Тут другое, тут психология. Ну, давно ты в психологии заделался? Нет, недавно. Здравствуйте, Елена. Вы за мной? Правильно думаете. Наверное, думали, что я сбегу. Ну, честно говоря, были такие мысли. Куда ж мне бежать-то? У меня сын. Пойдемте. Сначала я хочу сказать самое главное. Олег ни при чем. Он ничего не знал. Но это мы проверим. Расскажите, с чего вы вообще решили убить мужа? Я расскажу. Почему здесь опять этот хлам? Каждый раз об него спотыкаешься. Пусть пока здесь полежит. Потом в офис заберу. Тебе не надоели твои эти детские игры? Твои взрослые. Куда интересней. Я не понимаю, о чем ты. Ты думаешь, я ничего не знаю о тебе с Олегом? Что? То самое. В общем, так. Мы с тобой разведемся. Сына я оставлю себе, даже не надейся. А Олег твой с фабрики вылетит. И уж я позабочусь, чтобы в нашем бизнесе он себе работы больше не нашел. Ты не посмеешь. Я в суд подам. Попробуй. А я тебя в психушку упеку. Вот увидишь. Да, и, кстати, завещание я перепишу. Ты вообще ничего не получишь. Значит, муж узнал о вашей связи с Олегом, и вы решили от мужа избавиться. А что мне оставалось делать? Нашла в интернете инструкцию, как приготовить пенбольный шарик в домашних условиях. А уж какие вещества были категорически противопоказаны моему мужу, я знала досконально. И что дальше? Ночью выкрала пенбольное ружье. А не проще ли было его купить? Ведь муж мог заметить пропажу? Нет. На подготовку оставался всего один день. Не было времени. Как вы оказались на месте игры? Сын тогда гостил у бабушки. Я уехала к ним с ночевкой. И уже утром оттуда поехала на игру. Я понимала, что могут следить, поэтому отключила телефон и поехала на автобусе. А зачем вы стерли информацию из ноутбука мужа? Хотела отвести от себя подозрения. Все пароли мужа я знала. И знала, что он любит подглядывать за жизнью на фабрике по ночам. Поэтому решила, что если я отключу камеры, то все подумают, что кто-то в офисе подкинул отравленный шарик. Ну да, так-то логично. Логично. Расскажите теперь про само убийство. А где вы научились так хорошо стрелять? Отец в детстве водил меня в тир. Мне не особо нравилось. Ну вот, пригодилось. Скажите, пожалуйста, вы вот так ладнокровно наблюдали, как умирает ваш муж? Да. Вы все столпились вокруг него, и в мою сторону никто не смотрел. Я убежала. А теперь расскажите об убийстве Кристины. На вашей машине следы наезда на велосипед Кристины. Да и, собственно, и частицы краски от велосипеда. Так что факт установленный. Да, хорошо. Елена, подождите. Да? Слышала, что случилось с вашим мужем. Примите соболезнования. Благодарю. Но получается какая-то нездоровая ерунда. Ваш муж попросил установить у вас в квартире камеру скрытого наблюдения. Сказал, что вы собираетесь нанять няню для ребенка. И хотел быть в курсе ее действий. Интересно. Почему я не в курсе? Вот уж не знаю. Но я стала проверять систему и увидела, как вы утащили ружье для пейнтбола. Кристина. Кристина, мне сейчас нужно срочно ехать к сыну. Давайте с вами встретимся через час. Я вам все объясню. Вы все не так поняли. Извините. Ну, хорошо. Я понятия не имела, что у нас там камеры. Вы же их тоже не заметили. Признаю, не заметили. Дальше я уже не понимала, что со мной происходит. Я убедилась, что она умерла и уехала. Как вы решились оставить сына сиротой? Почему сиротой? Сын не от мужа. От кого? Он от Олега. Вот это поворот. Мы познакомились с Олегом пять лет назад. На корпоративе, на фабрике. Сразу проскочила какая-то искра. Начали тайно встречаться. Ну и... А Олег-то был в курсе? Да. И всегда говорил мне, давай подождем, давай посмотрим. Вот и дождались. Допустим. А почему вы испугались угроз мужа? Потому что я его знала. И знала, что он за человек. Он всегда добивался того, чего хотел. Захотел стать директором, стало. У него были связи, возможности. Уж он точно мог сделать так, чтобы испортить жизнь Олегу навсегда. Ну что ж, Елена, ваши мотивы ясны. Муж не оставил мне выбора. Я не могла просто так сидеть и смотреть, как рушится моя жизнь. А разве теперь она не разрушена? Так, еще раз, да? Да. Встаешь. Могу задоставим, да? Да. Отталкиваешься, вперед не наклоняешься. Хорошо. Поехали. Раз, два, три. Вот! Да ну это какой-то позор, ей-богу, а! Если бы мой сын это видел! Да перестань, он бы гордился таким папой. Да, конечно. Ладно, одна радость. Хоть не надо ни с кем сражаться. И то хорошо. Ну, в психологическом смысле слова, мы всю жизнь с кем-то сражаемся. Друг с другом. Сами с собой. Да? То есть, значит, наша с тобой схватка еще не окончена? Я думаю, все только начинается. Поехали? Поехали. Так. Ну что? Ногу сюда. Да. Вперед. Ага. Видишь, кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал сто желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежды, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетая над нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова